Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как прошел первый форум ректоров университетов России и Великобритании, который состоялся 12-13 ноября и первый день проходил в стенах Московского государственного университета, а второй в посольстве Великобритании в России. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров принял участие в работе этого форума. И все-таки это произошло. Это случилось то, чего так долго ждали. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 лучших университетов мира по предметному рейтингу Times Higher Education образования. Первый в России. То есть Казанский федеральный университет на сегодня является лидером среди российских вузов в этом направлении. Совет ректоров Татарстана под председательством ректора Ильшата Гафорова с участием министра образования и науки Республики Татарстана Рафиса Бурганова состоялся 11 ноября 2019 года. Эти две недели вообще выдались весьма насыщенными на события. В преддверии 215-летнего юбилея Казанского университета прошел ученый совет с отчетом ректора Ильшата Гафорова. Об этом мы вам тоже расскажем подробно в нашей программе. Итак, уникальный случай. Первый в истории форум ректоров университетов России и Великобритании прошел 12-13 ноября в Москве. Первый день он проходил в стенах Московского государственного университета, а второй в посольстве Великобритании в России. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров принял участие в работе форума. Он доложил участникам форума о вкладе Казанского федерального университета в сотрудничестве с британскими университетами. И здесь Казанскому федеральному университету есть чем гордиться, поскольку он занимает лидирующие позиции среди российских вузов в совместных научно-образовательных с университетами Великобритании. Тут можно вспомнить совместные проекты Института фундаментальной медицины и биологии и Ноттингемского университета в части научно-образовательных проектов, скажем, геномных исследований. А ученые Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета ведут совместные научно-образовательные проекты уже с Лондонской школой экономики. Надо сказать, что Казанский федеральный университет в этом году стал единственным в России, который в партнерстве с Имперским колледжем Лондона запустил совместные магистрские программы двойных дипломов по подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. При этом я бы еще напомнил о том, что 8-й форум ректоров вузов России и уже Японии состоялся в конце сентября. И в этом случае Казанский федеральный университет был в лидерах среди российских вузов в совокупности по количеству и качеству научно-образовательных проектов со страной восходящего солнца. Об этом о всем более подробно мы вам расскажем в нашем репортаже. Первый в истории отношения двух стран форум ректоров российских и британских университетов прошел с 12 по 13 ноября в Москве. В качестве его организаторов выступили Российский союз ректоров, Ассоциации университетов Великобритании, Посольство Российской Федерации Великобритании, МГУ имени Ломоносова и Британский совет. Первый день мероприятия прошел в стенах Московского государственного университета, а второй в здании посольства Великобритании в России. В работе форума участвовали первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников. Президент Ассоциации университета Великобритании, член правления Британского совета профессор Дамма Бир. Генеральный директор Британского совета сэр Кирон Девайн. Главный советник по науке Министерства иностранных дел Великобритании профессор университета БАТа Кэрол Мандал. Председатель Совета ректоров России, ректор МГУ Виктор Садовничий. Участие в форуме принял и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Участниками мероприятия стали также представители 40 отечественных вузов и 20 высших учебных заведений Великобритании. Последние два года можно назвать примером роста уровня сотрудничества и развития взаимовыгодных проектов между Россией и Великобританией. Председатель Российского союза ректоров Виктор Садовничий отметил, что одним из лучших примеров сотрудничества с вузами Туманного Альбиона демонстрирует Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет – лидер среди вузов России по научному сотрудничеству с британскими университетами. Кстати говоря, в конце сентября 2019 года здесь же в стенах МГУ проходил восьмой форум ректоров вузов Японии и России, где также отмечалось лидерство Казанского федерального университета. Что касается сотрудничества КФУ с британскими вузами, то только в 2019 году опубликовано в научных журналах более 100 совместных статей. А между тем, каждая совместная статья, по сути, означает и общие совместные проекты. Казанский университет уже не первый год ведет совместную работу с высшими учебными заведениями Британии в области медицины, образования, нефтедобычи и экономики. В области медицины КФУ ведет совместные исследования с одним из крупнейших и престижнейших университетов Великобритании и мира – Нотингемским университетом. Сотрудничество началось несколько лет тому назад. На самом деле, ко мне в лабораторию пришла новая сотрудница на тот момент, выпускница Лундского университета и Регина Мефтахова. Она сейчас возглавляет одно из направлений в области онкологии в моей лаборатории. И она плотно сотрудничала не только со шведскими учеными, но и с американскими и британскими. И именно через нее она познакомила нас с Нотингемским университетом, с профессором Найджелом Монганом. Сотрудничество завязалось, потому что у нас общие интересы. За последние три года в сотрудничестве с Нотингемским университетом опубликовано 18 статей в ведущих международных лицензируемых журналах. Получено несколько грантов на академическую мобильность сотрудников КФУ и Нотингемского университета. В частности, при поддержке Британского совета и программ повышения конкурентоспособности 5100 в сентябре 2019 года на базе Нотингемского университета состоялась молодежная школа-конференция UK-Russia Genome Workshop 2019. Стоит отметить, что главным в этом сотрудничестве остаются совместные исследования. Так, КФУ и Нотингемский университет проводят исследования инфекционных и аутоиммунных заболеваний, онкологии, регенеративной ветеринарной медицины и других направлений. Так, созданная учеными КФУ и Нотингемским университетом, генная терапия привела к полному восстановлению травмерных лошадей всего за два месяца. Один из проектов в области регенеративной ветеринарии – это проект по лечению повреждений связок у лошадей. И эти исследования были опубликованы в ведущих зарубежных изданиях совместно с авторами из Нотингемского университета и получили широкую огласку в средствах массовой информации. И сейчас эти проекты и дальше активно развиваются. В области социогуманитарных наук в КФУ отмечено два больших направления – развитие сотрудничества, образование и экономика. Так, сегодня сотрудники Института психологии и образования КФУ совместно с представителями ведущих научно-образовательных центров Великобритании, прежде всего Оксфордского университета, университета Глазка, Британская ассоциация исследований в области образования, реализуют ряд исследовательских проектов по актуальнейшим направлениям современного педагогического образования. В течение пяти лет мы принимали участие в совместном проекте, который назывался «Learning to teach». И в этом проекте принимали участие 12 университетов мира. И нам тоже посчастливилось принимать участие в этой работе. И буквально не так давно вышла монография. Мы ее презентовали в мае на нашем форуме. В сфере нефтегазовых технологий КФУ ведет активную совместную работу с университетом Хэриот УА, университетом БАТа, университетом Порсмута. Стоит отметить, что в сентябре 2019 года стартовала магистрская программа двух дипломов «Петролем инженерик», которая была разработана благодаря инициативе компании BP, Роснефть, Имперского колледжа Лондона и Казанского федерального университета. В прошлом году компания BP приняла решение выбрать один университет и целевым образом вложиться в эти средства, которые она вкладывала раньше в 5 или 10 университетов российских, вложить в один университет. И вложение направлено было на то, чтобы создать какую-то очень интересную современную магистрскую программу. Состоялся такой конкурс. Мы на этот конкурс представили свое предложение. Мы представили предложение о создании магистрской программы «Петролем инженерик» совместно с «Империал колледж Лондон». Почему выбрали «Империал колледж»? Потому что это, наверное, учебное заведение номер один. Оно входит в десятку лучших вузов мира. И, наверное, это номер один университет, где готовят самых лучших специалистов в области «Петролем инженерик». Имперский колледж Лондона входит в так называемый «Золотой треугольник», в котором также числятся Оксфордский и Кембринжский университет. Стоит отметить, что три этих университета входит в десятку лучших университетов мира. Надо сказать, что в области, хотя у нас есть специальный институт геологии и нефтегазовых технологий, фактически он начал в новом формате заниматься нефтью и нефтепереработкой с 2013 года. И поэтому для того, чтобы войти, а империал колледж у него всегда в области этой сферы «Петролем инженерик» была одна из самых лучших программ. И здесь, с одной стороны, получается, мы получаем международную аккредитацию, мы даем возможность, что дипломы наших студентов, они были бы настрифицированы и получили международное подтверждение. В области экономики и экономической науки взаимодействие с Великобританией было выстроено на основе долгосрочного сотрудничества с Лондонской школой экономики, которая входит в элитную группу «Рассел», а также, как имперский колледж Лондона, входит в золотой треугольник ведущих научно-исследовательских университетов Великобритании. Занимает второе место в мире после Гарвардского университета в области общественных наук. Лондонская школа экономики на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Писали, прежде всего, договор с колыбелью нобелевских лауреатов. Там преподавали очень известные люди, и я думаю, что часть из этих преподавателей надеемся, что приедет и преподавать к нам. Первое – это очень высокий уровень и качество образования, который будет продолжать даваться. Первая группа, первый набор – 47 человек. Непростой набор. Желающих было очень много. Обучение только платное, но здесь два момента. Помимо балла проходного, совокупности баллов, есть момент знания языка. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, что ребята, которые, кажется, считают, что знают английский, не представляют, как учиться на английском языке. Хотелось, конечно, бы расширить эту цифру. И ректор тоже хочет расширить количество. Мы пока останавливаемся на 50 человек, мечтая, что их будет когда-нибудь 100. То есть вот так. Но не больше, потому что это не погоня за деньгами, это, прежде всего, соответствие качества. И учиться даже параллельно в Лондоне – это непросто. В области экономики взаимодействия с Великобританией было выстроено на основе долгосрочного сотрудничества Association of Cartered Certified Accountants – глобальной профессиональной ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов и учета. С 2014 года в Казанском университете реализуется магистрская программа аудит и финансовый менеджмент. Сразу после пленарной части состоялось подписание соглашений между Российским союзом ректоров и Ассоциацией университетов Великобритании. Тем самым был ознаменован переход к качественно новому уровню сотрудничества. Чуть меньше двух месяцев осталось до старта аттракционной невиданной щедрости – раздача первых траншей из тех без малого 650 миллиардов рублей, что были зарезервированы в бюджете России на реализацию национального проекта «Наука». До конца года правительство Российской Федерации должно определиться с десятком российских вузов и регионов, где будут созданы так называемые научно-образовательные центры мирового уровня и приступить к их финансированию. В гонку за собственным НОЦ вступил и Татарстан. В минувшую среду проект презентации научно-образовательного центра на базе вузов республики был предложен на рассмотрение Совету ректоров республики. Напомним, идея создания таких центров впервые прозвучала в майских указах президента Путина в 2018 году. Соль этой идеи в увязке отечественной науки с субъектами отечественной экономики, с так называемыми индустриальными партнерами. Отныне ни Миннауки, ни Российская Академия Наук, а именно эти партнеры, крупные российские предприятия должны стать главными заказчиками темы разработок российских ученых и в качестве таковых взять на себя и финансирование этих разработок, и последующие внедрения их на своих производствах. Причем качество и новизна этих разработок должны быть таковыми, чтобы обеспечить конкурентоспособность, созданная на их основе продукции на мировых рынках. В свою очередь, государство готово взять на себя часть рисков бизнеса, связанных с финансированием научных проектов, дабы стимулировать предприятия на сотрудничество с российскими учеными. По сути, речь идет о в нацпроекте «Наука» идет о воссоздании под патронажем государства старой доброй научно-промышленной кооперации, а научно-образовательные центры мирового уровня, о которых шла речь в майских указе, должны стать организационной административной формой такой кооперации. И таковых центров до 2024 года в России должны появиться 15. Вот так вкратце выглядит новая схема организации научной деятельности в России, предложенная президентом. Безупречно гладкая на бумаге эта схема столкнулась с многочисленными оврагами при попытке ее внедрения, как административного толка, так и, в первую очередь, нежеланием большого бизнеса участвовать в инвестициях в отечественную науку, даже на паях с государством. Да и в отечественной науке, чего греха таить, нет калейдоскопа по-настоящему прорывных разработок, которые могли бы заинтересовать бизнес. Не случайно, спустя полтора года со старта нацпроекта «Наука» этот ввоз и ныне там, министерство так и не предложило участникам этого проекта внятных критериев НОЦов, а средства, выделенные на их запуск, лежат замороженными в казне. В такой ситуации может сработать старая бюргатическая логика, когда средства в спешном порядке будут розданы не наиболее перспективным проектом, а тем, кто обеспечил своим проектом наиболее сильное лоббистское пиар-сопровождение. Для отчетности, для того, чтобы прикрыть пылающие тылы министерства от президентского гнева. Собственно, отчасти такую картину мы уже наблюдали. Так, к первой годовщине майских указов в волонтаристском порядке были определены пять регионов, где будут организованы первые ноцы – Тюмень, Белгород, Пермь. Регионы, которые никогда не являлись заметными научными и вузовскими центрами страны. В итоге предложения этих регионов в рамках нацпроекта «Науки» оказались столь беспомощными, что министерство до сих пор так и не решилось с открытием финансирования. Параллельно вокруг министерства идет настоящий пиар-хоровод из презентации различных регионов, заинтересованных в получении федерального финансирования в рамках нацпроекта «Наука». Малосодержательные, состоящие из общих слов за все хорошее против всего плохого. Тем не менее, лоббирование этих проектов ведется на уровне глав регионов. Особую активность, например, проявляет губернатор Кемерской области. Проект «Нос Кузбасс» прочно ассоциируется с именем Цивилева. А похожая картина с «Носом Арктика», лоббируем губернатором Мурманской области, Новосибирским «Нос», Самарским «Нос» и другие уже известные на сегодняшний момент презентации, особенно из всех этих проектов активное участие в них региональных властей. Что характерно, ведущие вузы страны, в первую очередь столичные, в этой ярмарке тщеславия раздувания еще практически не участвуют. Терпеливо ожидают Миннауки России внятных критериев по созданию «Нос». Регионы же отсутствие таких критериев совершенно не смущает, вероятно, из-за того, что их цель не научно-промышленная кооперация, а надежда выбить из Москвы финансирование, а под что нынче федеральный центр раздает деньги, это для них не так важно. Итак, это все-таки произошло. Это все-таки случилось. То, что мы так давно и долго ждали. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 лучших университет мира по предметному рейтингу Times Higher Education образования. Казанский федеральный университет на сегодня, безусловно, лидер среди российских вузов в этом направлении. Еще в прошлом году Казанский федеральный университет очень близко подобрался к заветной сотне. Казалось, еще один рыв, еще чуть-чуть. И все же был риск на последнем этапе потерять напор, отстать от других серьезных и сильных конкурентов. Звучали и другие ведь мнения о том, что педобразование в связи с вхождением в Казанский федеральный университет Татарского государственного гуманитарного педагогического университета упало, ухудшило свое качество и так далее и тому подобное. То, что это просто наговоры, было ясно и раньше, но сейчас мировое научно-образовательное сообщество документально подтверждает, что Казанский федеральный университет по праву один из ведущих 100 университетов мира в направлении образования. 6 ноября были опубликованы результаты предметных рейтингов Times High Education – бизнес, экономика, образование, право и социальные науки. Сотню лучших вузов мира предметного рейтинга ТИИЧИ 2020 – образование – впервые вошел Казанский федеральный университет. КФУ расположился на 94-м месте и стал единственным вузом России, вошедшим в сотню лучших в сфере образования. Стоит отметить, что в прошлом году университет разместился на позиции 101-125. Мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области Education. Это говорит о том, что наша стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, она была правильной. Мы шаг за шагом шли к этому результату. И вы знаете, что система подготовки учительских кадров у нас имеет собственную модель. За время объединения Казанского университета с двумя педагогическими университетами в УЗИ начали строить собственную модель педагогического образования. Она отличается не только моделями, возможностями инфраструктуры, которые даются студентам, но и подготовкой учительских кадров. Так, в среднем 80% выпускников учителей идут работать в образовательную среду. Кроме мирового признания, нам очень важно для себя понять, что мы шли все-таки правильным путем. И мы во многих предметных рейтингах продвигаемся. Не только здесь, в этой области. И все-таки эта область для нас была очень важной, поскольку именно от учителей во многом зависит то, как наше общество в дальнейшем будет развиваться и каких абитуриентов мы будем получать. Вы знаете, что у нас самая развлекательная система подготовки. Стоит отметить, в этом году средний балл приема на программы педагогического образования составил 78. Более того, Казанский федеральный университет является лидером в России по платному приему на программы подготовки учителей. В 2011 году на момент присоединения двух педагогических университетов Казанский, вернее, Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет занимал 54 место в качестве приема. Среди вузов в России. Но это показатель привлекательности вуза для абитуриентов. И вот сейчас мы смогли решить эту проблему за последние годы. И мы всегда, в течение последних трех-четырех лет, демонстрируем устойчивый рост среднего балла ЕГЭ поступающих абитуриентов на педагогические направления подготовки. Мы традиционно входим в десятку. И вот буквально на прошлой неделе был опубликован этот рейтинг, подготовленный высшей школой экономики. Мы входим в десятку по всем направлениям. Более того, мы лидеры в России по платному контрактному приему на программы подготовки учителей. На сегодняшний день среди российских вузов у КФУ самая разветвленная система образования. Помимо собственного высшего образования, университет реализует также среднюю ступень на базе двух лицеев. В начале будущего года КФУ планирует открыть собственный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра. Там будут вестись исследования и обрабатываются практические подходы в работе с такими малышами. Это здание детского садика, это собственность нашего университета. Я думаю, открытие будет в начале следующего года, поскольку сегодня мы, ну, нам нужно еще лицензию получить, лицензию мы должны на федеральном уровне получить, мы должны сегодня сформировать корректив, значит, но если мы будем работать с детьми с аутистическими расстройствами, конечно, мы будем, я думаю, вплотную работать с родителями этих детей. Да, и нам нужно будет с ними встречаться и выработать программу подготовки совместно, чтобы это было взаимно такой вот обезующая работа. Понятно, наверное, нас тоже будут критиковать, поскольку вот недавно совсем в Гармарде открылась такая структура, и совершенно очевидно, что процесс социализации должен идти с детского возраста, то есть в 10-м или в 8-м классе, наверное, вряд ли это уже можно делать. Импульс трансформации педагогического образования в КФУ придало участие университета в проекте 5-100. Стоит отметить, что сегодня сотрудники Института психологии образования КФУ совместно с представителями ведущих научно-образовательных центров Великобритании, США, Португалии, Словении, Германии и других стран реализуют десятки исследовательских проектов. Примерно 30% статей в журналах Nature и Science, они не цитируются, то есть они остаются незамеченными. И вот показатель того, как цитируется эта статья, как ее читают, обращаются, как раз-таки является прямым свидетельством, насколько интересна эта проблематика. И вот по цитированию, мы сейчас являемся одним из мировых лидеров, потому что мы смогли найти вот ту зону, скажем так, неизвестную для россиян. Мы с Лешатом Равкатовичем были в августе в Токио, на, наверное, самой такой престижной мировой конференции Всемирной ассоциации исследований в образовании, и вставали коллеги зарубежные, там очень много было японских коллег, которые вставали и говорили, до еще конца 80-х годов мы многое знали о советской педагогике, она была нам интересна, мы заимствовали многое, многое перенимали, и 30 лет у нас, говорит Яма, мы ничего не знаем, огромное вам спасибо, чтобы выступали, рассказывали. Приезжали ученые из окраин Японии для того, чтобы послушать российских исследователей. Ну и то, что эти российские исследования представляются, опять-таки, учеными Казанского федерального университета. Лешат Равкатович делал доклад развития педобразования в нашем университете. Это, конечно же, очень большой такой показатель. На базе Казанского федерального университета проходит один из самых масштабных форумов в сфере образования. Международный форум по педагогическому образованию. Ежегодно принять в нем участие приезжают ученые со всего мира. Я потрясен страной, городом и людьми. Круто, что так много людей приехало на этот форум. Столько национальностей. Это невероятно здорово видеть то, как работают педагоги в других странах. Благодарен за возможность. Мне очень нравится приезжать каждый год в Казань на педагогический форум. Я считаю, что обмен опытом и практическими знаниями между странами и федеральными округами России и СНГ очень важен для Европы, так как мы обсуждаем необходимый уровень компетенции для будущих преподавателей, для преподавателей 21 века. Это мой третий визит в Казань на данный форум. И я очень рад присутствовать здесь. То, что здесь обсуждается политическая обстановка, развитие демографии, будущее школьного образования, это все очень радует. Я получила очень много новых знаний в области педагогического образования и смогла завести новые связи. За это очень хочу сказать спасибо университету и Казани. В завершении отметим, что в 2019 году расширился список российских участников рейтинга. В рейтинге 2019 года вошли также Санкт-Петербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Московский государственный университет и Томский государственный университет в сравнении с 2018 годом продемонстрировали отрицательную динамику. Совет ректоров Татарстана под председательством ректора университета Ильша Тагафурова с участием министра образования и науки Республики Татарстана Рафиса Бурганова состоялся 11 ноября этого года. Разговор ректоров Татарстана, помимо других значимых вопросов, коснулся и такой важной темы, как научно-образовательный центр мирового уровня. 11 ноября под председательством ректора КФУ Ильша Тагафурова состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. На повестку дня заседания был вынесен ряд вопросов, касающихся стратегического видения перспектив развития образования и науки в Республике. Пристальное внимание было уделено формированию в Республике научно-образовательного центра мирового уровня. Его базой предлагается сделать Казанский федеральный университет. Вузам накоплен необходимый опыт работы в формате продвижения на мировой арене, достижения международной конкурентоспособности. Надо сказать, что дискуссия по НОЦам началась уже более полутора лет назад. И вот недавно только они приобрели определенную форму и вышли нормативно-правые документы. В первую очередь решение федерального правительства, которое регламентирует порядок и форму создания НОЦ. Основная задача этого НОЦ – обеспечить формирование новых точек роста, новой экономики, которая бы обеспечивала устойчивое развитие страны на долгосрочную перспективу. В последующем НОЦ призваны стать опорными центрами реализации национальных проектов на территории тех субъектов, в которых они будут созданы. Хочу лишь сказать, что с инициативой создания научно-образовательного центра мирового уровня должен выступить субъект. То есть в нашем случае Рустам Нургалевич. Это однозначно, поэтому мы должны подготовить с вами материалы. Я бы просил вас, чтобы либо вы сами, либо ваши проректора, ответственные за эту работу, сформировали бы общую рабочую группу, провели ряд мозговых штурмов, как сейчас принято, и обсудили, куда нам двигаться. Значит, по НОЦам разные толкования есть, даже разные люди разного типа интервью дают по этому поводу. Совсем недавно выступил Григорий Владимирович Трупников. Идея такая, чтобы каким-то образом объединить усилия науки, образования и индустрии. Мы с вами все хорошо знаем, что на сегодняшний день практически все пользуются закупными технологиями. И вот задача у НОЦ внести определенные изменения. Чем больше они пользуются, потому что на коротком периоде времени это выгодно. Компаниям они купили, завтра уже готовую продукцию на гора выдали. И используя территориальные возможности, близость к ресурсам, в частности это касается прежде всего нефтехимии, газохимии. Значит, можно на сегодняшний день еще быть конкурентно способным. Вот мы рассуждали, еще раз говорю, это наше видение, для чего НОЦ нужен республике. Можно много говорить. С одной стороны, это наше видение, нужно поддерживать конкурентно способность наших действующих бюджетно образующих предприятий. Но делая только это, мы не будем как территории, как республика конкурентно способными в будущем. И понятно, по каким причинам. Поэтому хотелось, чтобы произошла диверсификация не только от России, но и капитала тех людей, которые сегодня являются акционерами тех же крупных нефтехимических компаний. Без ресурсов, собственными усилиями ни один ВОЗ это сделать не сможет. Это очевидная вещь, поэтому ответственность ложится на субъект. Если, как было сказано, у меня было несколько встреч. Если это субъекту нужно, то вот мы ждем от субъекта предложения. Все эти пять НОЦов, которые были озвучены, до сегодняшнего дня они рубля не получили. Буквально в декабре еще раз состоится заседание совета под руководством вице-премьера Гориковой, который будет обсуждать возможность финансирования тех пяти НОЦов. И они там должны, губернаторы должны защитить дорожные карты этих НОЦов. Поскольку первая защита была не очень удачной, практически все были возвращены в дорожные карты, исходя именно из того, что, во-первых, очень расплывчатые были задачи, которые были поставлены. С другой стороны, никто, как было сказано, я еще раз говорю, я передаю как членам совета, что они не увидели никаких перспектив, в каком направлении двигаться. То есть ничего существенного, по-простому говоря, не было предложено. Но эти НОЦы, они определены первые пять, а по-моему, по нам новый конкурс будет объявлен в конце первого квартала, может быть, в начале второго квартала следующего года. И до этого времени мы должны четко сформировать дорожную карту, программу, и она должна быть интегрирована с потребностями индустрии. В завершение темы заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Татарстана Рафиз Бурганов выступил с предложением провести на базе КФУ в ближайшее время совещание, посвященное вопросу формирования научно-образовательного центра мирового уровня. Спасибо, Лешан Рафиз Бурганович, за всю эту организационную работу. Вам спасибо за то, что вы этот вопрос зацепили, как Лешан Рафиз Бурганов сказал. Надо, чтобы его зацепили теперь все у себя дома в вузах, разобрали. Каждый свое должен увидеть, и, возможно, это будет республиканский продукт. Ведь ничего нет сегодня и не будет в ближайшие пять лет, кроме нацпроектов. Мы даже по поручениям Владимира Владимировича, там есть наши подписанные документы, все равно их пытаются к какому-то нацпроекту прицепить. Мы не собственные только идеи должны дать, мы должны показать востребованность наших продуктов индустрии. Не зря здесь и КАМАЗ, и эти. То есть я в субботу, мы примерно 2,5-3 часа с Сергеем Анатольевичем разговаривали на все эти темы. Как Рафиз Бурганович говорит, нацпроект по науке сегодня не распакован. Как бы о нем там ни говорили, регион. Кроме мегасайенсов, кроме трех там тоже этих центров геномных, четырех центров мат-образования. Центр мат-образования по 80 миллионов, это же ерунда. Значит, ну 218-е, это нельзя, он и до нацпроекта. И там скорее то, что было, упаковали просто. Да, да, просто упаковали. Поэтому вот то, что происходит, мы здесь не говорим, что вот именно в таком формате должно быть. Просто идея была такая, в чем интерес республики, не конкретного предприятия. Интерес республики, как мне казалось, это поддержание конкурентноспособности предприятия. Вот они слева, здесь на экране. И диверсификация в новые отрасли, которые справа представлены. Да, о чем сегодня все говорят. Но сказать, что мы первые в распределенных системах энергетики, у меня язык не повернется. В новых материалах тоже. В системе медицины тоже самое. У нас нет ничего такого, которое бы выставляло нашу республику вперед. Но нигде нет. Ильич Адраханович, это позволит нам как раз такой анализ сделать, кто есть кто. Да, давайте соберемся, как вы говорите, на следующей неделе. Только я бы хотел, чтобы вы не с критикой пришли, а набросали хотя бы Марат Рашидовича. Не, не, вы не на словах, а на бумаге дайте, пожалуйста, все предложения, хорошо? А потом, Марат Рашидович. Я бы попросил, Ильич Адраханович, на эту встречу пригласить всех тех, это, видимо, будет уровень проректоров, которые в дальнейшем будут заниматься, чтобы после этой встречи сразу же Марат Рашидович каждого из них озадачил, поскольку, на самом деле, этот большой путь он проделал, чтобы не осталось разговором, протокол, в котором каждому, пусть небольшие, но задания распишем, потому что логовар хоккей. В НОЦе у нас должен быть индустриальный партнер, должна быть большая наука, должен быть ВОЗ, и у нас может быть наука, не быть партнера, тогда тоже забуксуем. Поэтому мы уже потенциально, понятно, кого-то, может быть, очень сильно придется выговаривать, не только нашими силами, но мы в любом случае эти предложения тоже должны собрать и с ними прийти. Не послушать, а уже вот исходя из сегодняшнего разговора. Это может касаться вообще любой отрасли. Вот я не исключаю, что из тех, кто сегодня сидит и думает, вот я тоже каким боком сюда пролезу, вот как раз этот ВОЗ-то и может быть, и пролезет. Вот тогда договоримся, коллеги, так, что вот пятницу просьба, вот этот материал, Марат Рашиз, тогда сегодня же просьба всем разослать, к нему отнеситесь спокойно просто так вот без чего-нибудь такое и впишите то, что хотите. А дальше вот нормативные акты, там положение, там должен быть фонд еще, да, то есть эти же все проекты, они каким-то образом должны финансироваться. Не бывает же так. Мы там предлагали разные мотивационные вещи, ну, при боли узкой встречи через фонд. Более того, когда заслушивали программу развития нефтехимической отрасли, там тоже поручение есть создать НОЦ для только этой отрасли. Также были обсуждены вопросы, связанные с развитием деятельности Малой Академии Государственного Управления в Республике Татарстан. Были представлены текущие результаты ее деятельности и планы по дальнейшему развитию. Еще одной темой заседания стали итоги изучения опыта ВУЗов Республики Татарстан в сфере цифровизации, а также обсуждение возможности интеграции ресурсов ВУЗов в данной сфере. С этой целью в Республике была создана специальная рабочая группа. Пошли в рабочую группу в департаменте экономической политики, департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобранауки, для того, чтобы наше изучение не было ни пичковым. Получили от них модель цифрового университета, который содержит 4 раздела. Исходя из этих 4 разделов, мы не будем смотреть на то, что делается в наших университетах. Важным моментом стало обсуждение способов продвижения одаренных и талантливых детей молодежи ВУЗами Республики Татарстан. Я думаю, классическая система сопровождения и вообще профессиональной реализации школы, ВУЗ или СУЗ, предприятия. Есть элементы, которые внутри каждой системы представлены. Они касаются развития талантов. Это и конкурсы, это и различные мероприятия, программы поддержки как в ВУЗах, так и уже на предприятиях. Но как раз-таки университет талантов создан для того, чтобы выставить сквозную систему сопровождения. И ряд предложений, которые хотелось бы здесь озвучить, они касаются, в первую очередь, всех этапов работы с талантами. Последним пунктом повестки заседания стал вопрос о рекомендации на должность ректора Казанского федерального университета. Единогласно было принято решение рекомендовать на должность Ильшата Гафурова. Напомним, что текущие полномочия ректора, возложенные на Ильшата Гафурова, истекают в апреле 2020 года. Эти две прошедшие недели выдались весьма насыщенными на события. В преддверии 215-летнего юбилея Казанского университета прошел ученый совет с отчетом ректора Ильшата Гафурова. Продолжение ученого совета университета состоялось на следующий день в императорском зале. Немецкому профессору университета Ростока Кристофу Шику было присвоено звание почетного доктора Казанского университета. Профессор Кристоф Шик является ведущим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории с сверхбыстрой колориметрией Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Примечательно, что профессор Кристоф Шик безвозмездно передал в дар университету новейшую модель сверхбыстрого колориметра, запущенного производства в 2018 году. 14 ноября состоялось расширенное заседание ученого совета КФУ под председательством ректора Ильшата Гафурова. Знаковым моментом встречи стало представление ректором КФУ ключевых итогов деятельности университета за последние пять лет. Большое внимание в эти годы было уделено масштабной модернизации инфраструктуры университета. Так, Химический институт имени Бутлерова получил дополнительные площади. В структуре вуза был создан планетарий имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова, единственный в России планетарий, находящийся в составе университета. Знаковым международным проектом стало создание научно-клинического центра прецизионной регенеративной медицины. Инженерное направление также получило новые площади, оснащенные всем необходимым оборудованием. Ремонтные работы и реконструкция коснулись также многих других структурных подразделений. По ряду предметных направлений КФУ занимает лидирующие позиции среди российских вузов. Все перечисленные положительным образом сказались на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене. Объективным выражением, чего стал значительный прогресс мировых институциональных и предметных рейтингов. Мы заметно продвинулись в рейтинге КУЭС. С 2015 года нам удалось улучшить свои позиции более чем на 200 пунктов. Мы сегодня находимся на 392 срочке глобального рейтинга. В целом на сегодняшний день Казанский университет представлен в 8 предметных областях из 11 возможных, по ряду направлений удерживая лидерство среди российских вузов. Подробнее с итогами деятельности Казанского университета за последние 5 лет можно ознакомиться в докладе Ильшата Гафурова, опубликованном на сайте ректора КФУ. Также 15 ноября в императорском зале Казанского университета состоялось присвоение звания почетного доктора Казанского университета профессору Кристофу Шику. 5 июля текущего года ученый совет Казанского федерального университета принял решение о присвоении звания почетный доктор Казанского университета, профессору университета Ростока и нашему коллеге, ведущему научному сотруднику, научно-исследовательские лаборатории сверхбыстрой калориметрии Химического института Казанского университета господину Шику, Кристофу, Эрику, Георгу. Знаки отличия к званию почетный доктор Казанского университета вручил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мероприятие продолжилось лекцией Кристофа Шика на тему сверхбыстрой калориметрии в Казанском федеральном университете. Когда человек, представитель другой страны, другой культуры считает, что он уже интегрирован и университет, где он работал в последние два года, считает своим собственным и представляет интересы России в международных конференциях, еще раз повторяюсь, это очень дорогого стоит. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Вел программу Ильдар Каримов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова